Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. В детской школе искусств города Видное состоялся праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества. Ах, эти тучи в голубом напоминают мои. В историко-культурном центре вручили награды семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в ходе СВО. Мы хотим вручить эти награды настоящим защитникам нашей страны. В Видновской школе номер 11 открыли парту героя. В планах у нас в дальнейшем создать уже экспозиции. В детской школе искусств города Видное прошло мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. На праздничный концерт были приглашены ветераны, военнослужащие и участники специальной военной операции. День Защитника Отечества – это праздник военнослужащих, ветеранов российской армии, добровольцев и мобилизованных граждан, продолжающих подвиг своих отцов и дедов. Это значимый праздник. Он значим тем, что, во-первых, очень большое количество офицеров запаса празднует его. Второе – гражданского персонала, те, которые принимали непосредственно участие в боевых действиях и прочее. Парни, вам здоровья, успехов в боевых задачах, скорейшей победы и скорейшего возвращения живыми, невредимыми домой. Победа будет за нами однозначно. На праздничном мероприятии глава Ленинского городского округа Станислав Катаров выразил слова благодарности героям, которые во все времена защищали Родину. Служение России – это выбор сильных, волевых людей, тех, кто не мыслит себя беструдной, но благородной службы Отечеству. И вы, как никто другой, подаете нам всем этот пример. Знаком главы за высокие показатели в служебной деятельности были награждены майор полиции Игорь Миронов и старший прапорщик полиции Сергей Кулешов. Также военнослужащим были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Совета депутатов Ленинского городского округа. Сегодня для нас этот праздник очень важен и заметен, потому что наши бойцы, наши ребята, жители нашего округа находятся в зоне специальной военной операции, осуществляя свой воинский долг. Отдельное внимание на праздники было уделено женам и матерям мобилизованных солдат, выполняющих свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Девочки, наш с вами праздник точно такой же, как и для ребят. Только ребята у нас там и ждут от нас поддержки здесь. Вот наша с вами поддержка – это просто необходимое. И для нас эта поддержка тоже очень важна. Поэтому дай бог, чтобы все это побыстрее закончилось. После официальной части для собравшихся прозвучали композиции, посвященные храбрости и мужеству героев в исполнении ансамбля и вокалистов муниципалитета. А также песни, дарующие надежду на светлое будущее и мирное небо над головой. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем фальс, где мы с тобой танцуем фальс, где мы с тобой танцуем фальс в мажоре. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В историко-культурном центре прошла торжественная церемония вручения орденов мужества родным военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Слова поддержки и благодарности за героизм бойцов выразил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Мы рядом с вами, мы скормим вместе с вами и мы всегда готовы прийти на помощь в любой ситуации, вы должны об этом знать. Мы хотим вручить эти награды настоящим защитникам нашей страны. Подвиг пятерых бойцов почтили государственными наградами. Старшего лейтенанта Игоря Касьянова, сержанта Владимира Хрипакова, рядовых Виталия Маслова, Сергея Юдина и Рустама Турсунова представили к ордену посмертно. Это настоящие герои, которые сложили, к сожалению, свои головы на поле брали за наше будущее, за нашу страну, за наших детей. В зале собрались родные, друзья и коллеги военнослужащих. От рядового Виталия Маслова церемонию посетили мама Людмила, жена Татьяна, дочь Юлия и сын Дмитрий. Мой сын рос очень добрым, очень заботливым человеком, очень таким, любил дружить, любил всем помогать. Ему было 47 лет на то время, у него была семья, была работа. Но он сказал, надо помочь родине. Я горжусь тем, что его дети будут жить с мыслью, особенно младшей, в возрасте ему сейчас 10 лет, что его отец герой. Бойцы из Видного – пример стойкости и героизма. Администрация Ленинского округа продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. Инга Инчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В рамках всероссийского проекта партии «Единая Россия» в видновской школе номер 11 открыли «Парту героя». Проект посвящен участникам специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. «Парта героя» – это всероссийский патриотический проект партии «Единая Россия». Его цель – сформировать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории Отечества героям боевых действий. На парте в 11-й школе города Видное размещена информация о погибших в ходе специальной военной операции – Игоре Сорокопудове и Александре Богданове. Эти ребята проживали здесь у нас в Купелинке, в соседних домах. Мы здесь все живем достаточно дружно и лично я не знакома, но мои соседи, мои друзья, они их тоже знали. Это были также соседи, это ребята молодые. В торжественном мероприятии принял участие председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Есть в Библии слова, я бы с них хотел, наверное, начать. Это «нет больше той любви, чем если кто положит душу за други свои». О чем это говорит? Это говорит действительно о силе, внутренней силе духа человека, который ценой собственной жизни, этой жертвой делает благие дела во славу своей земли, Отечества, во славу будущего. В рамках проекта «Новая школа» ученики юно-армейцы рассказали гостям о жизни и подвигах военных, которые погибли за независимость, целостность и безопасность России. Я считаю, что это действительно очень важное для нас событие. Нельзя забывать про героев нашей страны. Для того, чтобы почтить память героев, в Видновской школе номер 11 открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной, а также Афганской войн и участникам специальной военной операции. «В планах у нас в дальнейшем создать уже экспозиции, не создать, а выпустить, выставить их всех для того, чтобы приглашать людей, гостей из других школ, ребят, чтобы они ознакомились, увидели и услышали из первых уст историю этой специальной военной операции». В настоящее время в общеобразовательных учреждениях муниципалитета уже открыты пять парт героев. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. «Воспитанники детского сада «Журавушка» поздравили своих пап с Днем Защитника Отечества на праздничном утреннике, к которому ребята готовились почти месяц, было шумно и весело». Девочки-морячки, мальчики, военные, воспитанники детского сада «Журавушка» душевно и трепетно поздравили своих пап с Днем Защитника Отечества. На праздничном детском утреннике ребята показали свои творческие способности. Они пели, танцевали, участвовали в играх и конкурсах. Каждый на глазах у своего отца хотел быть лучшим. И мальчишки, и девчонки определенно справились с этим важнейшим заданием. Очень-очень нравится. Хороший праздник. Уже не первый раз здесь участвую. Весело, задорненько. Детям всегда нравится. Весело, здорово, патриотично. Впрочем, папы не только наблюдали, но и сами принимали активное участие в разных состязаниях. Азарт и кураж еще тот. Победила дружба. Так же, как и в конкурсе от специальных гостей праздника сотрудников ГИБДД. Дети вместе с папами своими руками создавали праздничные открытки к 23 февраля. Теперь папы подходят и одну часть приклеивают на нашу открытку. Клей любой. Какой вам понравится. Завершился праздник трогательными поздравлениями от ребят. Я поздравляю папу с 23 февраля. Папа мой был в войне. И я поздравляю в таком прекрасном дне, чтобы он не болел. Были яркие дни, чтобы все было хорошо. Очень люблю свою парку, потому что он разрешает мне смотреть ролики. И мы с ним играем в шахматы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Традиционные программы выходного дня в парках города Видное на этот раз приурочили ко Дню Защитника Отечества. В рамках праздничного мероприятия в Центральном парке посетители ждали патриотические, спортивные и развлекательные площадки. В Центральном парке города Видное отметили День Защитника Отечества. Специально к празднику в рамках губернаторского проекта «Зима в парках» была подготовлена развлекательная программа. Военно-патриотический центр застава провел мастер-класс. Сегодня наша площадка – это разборка-сборка автомата Калашникова АК-74. То есть сегодня, как 23 февраля, некоторые люди приходят и, наверное, ожидают что-то увидеть такое военизированное. Вот мы решили сегодня такие мастер-классы провести, но в том числе и дать людям попробовать, особенно детям. Рядом расположилась площадка Видновского станичного казачьего общества, где все желающие могли отведать походное блюдо – кулеш и познакомиться с традиционным оружием. Это шашки, кинжалы, арапники, нагайки. Оно боевое, я так сам придерживаю, не даю им махать. Так подержаться можно, конечно. Для маленьких любителей спорта сотрудники Ледового дворца оборудовали импровизированную хоккейную площадку. Ребята с удовольствием играли на снегу. Хороший праздник, хорошо устроили все, мальчишки поиграли. Получили удовольствие, мне кажется, больше даже, чем на тренировках у них азарт тут. У нас в мире семейная, будем говорить, с детьми все приходят. Он, где ребенок, играет в хоккей. Он и сам занимается в этом клубе. Тренеров увидел, вот остановился, играет. Посетители парка могли ознакомиться с тематическими фото-выставками, а на сцене в это время проходил праздничный концерт с участием творческих коллективов Ленинского округа. Замечательные коллективы, очень профессионально выточенные все солисты. Все очень хорошо. Среди множества площадок каждый пришедший на праздник смог найти себе развлечение по душе. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.